Этим ребятам из Брестской брендинг-студии дизайна «Графит» под силу свернуть не только горы. За более чем пять лет существования ими создано порядка 50 логотипов и около тысячи брендов. Плоды их работы можно увидеть повсюду – в магазинах, аптеках, мобильных приложениях и интернете. Один из основателей, Владимир Платоненко, больше известный как Вовка Плюмбум, не скрывает – работой своей команды он гордится. Из самых узнаваемых и которые на слуху – это 7220 такси, то есть этот фирменный стиль создан полностью нами, то есть машины созданы нами. После того, как мы сделали все машины, вся Беларусь начала клеить номера на крышу телефонные, то есть это была наша находка. Мне сложно про все вспомнить, потому что когда вот, допустим, мы зашли со студии в ресторан, посидеть там с ребятами, нам принесли подложку под еду, и мы смотрим на эту подложку, и так – это наш логотип, это наш логотип, это наш логотип. Ну вот так. Все, что там было, это были наши логотипы. То есть вода – норма, пожалуйста, едет вода, но это наш логотип. Известность во всей стране брестские дизайнеры получили в прошлом году. Причем они сами не ожидали такой бешеной популярности. Все дело в том, что Владимир вместе со своей командой в последний момент решил поучаствовать в конкурсе логотипов для Гродно. На тот момент они уже делали аналогичную работу для нашего города. По результатам интернет-голосования они вышли в финал, обойдя более чем 50 соперников. И в финале жюри выбрало победителей среди трех претендентов. Два были из Гродно, третьи – наши ребята. И получилось так, что из всех представленных вариантов логотипа бренд сделали только мы. Все остальные сделали просто картинку. И получается, что здесь мы тоже обходим всех на повороте. За нас проголосовало 15 человек, за другой логотип 4, ну и 5, что-то такое. Вот. То есть мы просто с диким отрывом вышли. И тут начался просто непонятные вообще вот эти телодвижения других ребят, которые даже не вошли в тройку. Вот. Началось какое-то хейтерство вот в Инстаграм, то есть посыпались комментарии. То есть Гродно опубликовали в Инстаграм победитель, то есть нас. Они очень плохую визуализацию для этого взяли. Мы взяли какой-то там скриншот или что. То есть логотип вообще был обрезан, то есть там он был плохо показан. И, соответственно, полились просто куча негативных комментариев в нашу сторону, что мы подкупили кого-то, что мы там нас пропихнули. Такую неоднозначную ситуацию ребята восприняли с достоинством, выбрали политику молчания. Ведь, как известно, победителей не судят. Сегодня логотип Гродно, разработанный нашими ребятами, является действующим и радует глаз белорусов и гостей страны. А про минувший скандал все давно позабыли. Кстати, графитовцы пошли еще дальше. Разработали два дизайна часов для фирмы «Луч» и оба выиграли. Первый отображает идею у городских часов. Мой компаньон Влад Родомский, он увидел часы, реализованные в Гродно, уже с логотипом одного из участников, одного из тех, кто вошел в тройку. И он решил сделать часы для каждого города. У него возникла такая идея, что там была задумка на циферблате разместить главные часы города. То есть с каланчи или, допустим, с башни. У нас это на ЦУМе, башни ЦУМа часы. И он согласовал это с человеком, с этим дизайнером Гродно, можно ли мы используем эту идею. Он сказал, да. Второй дизайн-проект получился в стиле супрематизма. Коллекция часов под названием «Уновис» представляет собой композицию из разноцветных геометрических форм разного размера. Идея принадлежит Владимиру, который вдохновился творчеством Шагала и Малевича еще в детстве. Сейчас эти часы будут совместные. Проект А1, луч, графит и песочница. Они появятся в продаже летом. В магазинах луча сзади на металлической этой крышке будут четыре логотипа. Впереди у брестских креативщиков много разработок. Подробностей ребята не разглашают, но обещают. Совсем скоро они порадуют брещан новым интересным приложением.